Мы держимся таких, ну не правила ли, такой правды может быть, строить между странами, между народами мосты, а не стены ставить. Эти слова мэр Ширвинского района Винцес Ясюкевичус произнес в 2012 году, сразу после подписания соглашения о побратимских отношениях между Щелковским муниципальным районом и Ширвинским районным самоуправлением Литовской республики. Так этот уголок Прибалтики влился в дружную семью наших побратимов, которую еще иногда называют маленьким Щелковским Евросоюзом. Литовская республика По российским меркам райцентр совсем небольшой, всего 7 тысяч жителей, в районе около 20 тысяч. Литва является одной из самых редко населенных территорий на планете, Ширвинский район соответствует этому статусу. А площадь-то его немаленькая, 906 квадратных километров, это, между прочим, на 200 больше Щелковского. Это как бы центральная наша городская улица. Ну, она длинная, она по всему городу. И наш город, можно говорить, что одной улицы город. Есть за речкой еще одна улица. Ну, вот на этой улице, мы сейчас за углом, будет муниципалитет. Интересные памятники в Ширвиндесе. Для такого небольшого городка их, кажется, даже многовато. На некоторые просто нельзя не обратить внимания. Кресло для Волдовой. Правителей, да? Трон. Но это больше художественные, как бы, задумки. Нет, сколько таких скульптур есть по всему городу. Этот памятник Игна Сущенюсу, именем которого названа и вот эта вся Лея, которая несколько лет назад была реконстрирована. Это наш писатель, живший в нашем районе. И он был дипломатом, дипломатом, много лет работал в Швеции. Он много помогал Литве. Как символ, на нем две птички. Птичка, как бы, те страны, в которых Швеция и Литва. И эти птички, они не в клетке. Они выпущены из клетки. Они живут вольно. Центральный городской сквер оказался на реконструкции. Поэтому символ города, скульптуру девушки, пришлось разглядывать из-за забора. Эту скульптуру вы видите на разных символах. Ну, вот на сувенирах, которые символизируют наш город. Если где открытки, то есть тоже эта скульптура. Эта скульптура также на нашем, лого нашей городской общины. Скульптура называется Ширвинта. По имени реки, протекающей через город. Само название произошло от слова лось. Этот лесной зверь изображен и на гербе города. По той и другой стороне этой реки раньше был лес. И из лесу по одной тропе к реке приходили лоси. Но лоси были, они были такого сероватого цвета. И это цвет на литовском языке – Ширвас. Кстати, за раскопки в центре города литовцам перед гостями нисколечко не стыдно. Они говорят, здесь будет очень красивый сквер, в следующий раз приедете – увидите. Работы ведутся на средства Евросоюза. Рядом здание бывшей мэрии города. Она закрыта, поскольку все городские и районные функции в Ширвинтасе объединены в районной администрации. Прямо как у нас. В поселениях у нас остались представители, они называются у нас сенюны, которые, ну вот там или справку выдать, или там кому-то дровь надо, знаете, какому там старику привезти. Как у нас раньше сельсоветы были? Да, вот, да, да. Немного о наших новых друзьях. Алита и Чесловас представляют Ширвинское городское сообщество – общественную организацию, которая объединила неравнодушных людей, желающих приносить пользу родному городу. Такие общины по программе Евросоюза начали создаваться в Литве несколько лет назад. Сначала в деревнях, а первое в масштабах города появилось именно в Ширвинтасе. Ориентир сделан на социальные вопросы. Например, предложили проект установки уличных тренажеров. В прошлом году проводили акции по сбору средств на сооружение уже известного нам памятника Игнасу Шенюсу. Первыми в Литве придумали поставить в местах выгула собак контейнеры для отходов собачьей жизнедеятельности. Сами купили, сами установили. Чтобы то, что хозяева собирают в пакетики, не бросать в общие контейнеры. Призывают людей сдавать ненужные, но рабочие телевизоры, микроволновки и другую бытовую технику, коляски. Потом через социальную службу эти вещи передают нуждающимся. Вот на таких людях страна и держится. В октябре 2016 года Ширвинское городское сообщество предложило объединить все общины района в ассоциацию, чтобы иметь больше возможностей. Это нужно для того, чтобы мы вышли на уровень республики. Мы могли бы встречаться и делать какие-то влияния уже на республиканском. Потому что, да, город... Город, да, и мы это сделаем. Литовцы – очень трудолюбивые люди, знающие цену каждому евро. Некоторых соседей по Европе они считают избалованными и слишком привыкшими к удобной и уютной жизни. И, пожалуй, они недалеки от истины. Литва – аграрная страна, Ширвинский район – не исключение. Сельское хозяйство является основной производственной отраслью. Фермер Арунос Мартинеллис выращивает коров породы Хайленд. Это мясная порода, выведенная в Шотландии. В хозяйстве Аруноса 150 голов – от совсем маленьких телят до быков-производителей. Это вот годовалые телочки. Девчонки пугливые, но любопытные. Предназначены для племенного разведения. Мы продаем на племя, телок двухгодных, кто покупает обыков, режем и продаем нас как экологические, прямо из Хайленд. Через войну, конечно. Экологичность продукции в Литве возведена в культ. Фермер также выращивает гречку, пшено, горох, продает дальше в страны Евросоюза. Говорит, у нас хозяйство органическое, экологическое и биодинамическое, если слышали такое определение. Это когда наивысшее качество. А еще Арунос восстанавливает старинный деревянный дом, которому 150 лет. Причем дом нефамильный, не наследный. Он купил его у чужих людей и реставрирует как музейный экспонат. Делать это дорого, потому что люди, которые делают, здесь они берут, да-да, мастера, они берут уже другую цену, чтобы новый строить дом. Подешевле было бы построить новый дом. Мы поняли, если литовцам есть что беречь, они будут это беречь, не жалея сил и средств. Подобные проявления любви к своему историческому наследию мы наблюдали еще не раз. Сельским хозяйством занимается и экс-мэр Винцес Ясюкевичус. Он по образованию ветеринар, уйдя из политики, вернулся в профессию. Сегодня является директором индюшинной фермы. Я, говорит, теперь тут мэр. Тем более население такое же, как жители в Ширвинтесе. 7 тысяч. Однодневных цыплят покупают в Польше, доращивают и отправляют на мясопереработку. Теперь я работаю, и я уже самый главный, как сказать, председатель. Винцес везет нас к своему брату. С мясной продукцией фирмы «Аля книжки», с которой руководит Юозас Ясюкевичус, мы уже успели познакомиться. Теперь посмотрим, где и как делают вкусные колбаски. Юозас купил ферму в начале 90-х, в первые годы независимости Литвы. Сначала разводил свиней и коров, а в 97-м занялся мясопереработкой. 20 лет – это уже солидный стаж в бизнесе. Название «Аля книжки» – с поместности, где расположено производство. Сегодня сырье покупное, но тоже от местных фермеров. Имеется 4 стационарных магазина и 3 передвижные лавки. Ездим по селам. Наши клиенты с селовой населением. Хозяин пригласил нас на экскурсию в воскресенье, в выходной день, чтобы спокойно все рассказать, не отвлекая производственные процессы. Коллектив всего 20 человек. Специальное образование не обязательно. Главное – хотеть работать. Сотрудники взаимозаменяемые. Каждый умеет выполнять разные обязанности. Производственные помещения Юозас проектировал сам. Оборудование закупал в разных странах. Некоторые агрегаты исправно работают не один десяток лет. Это советская машина. Тоже очень хорошая. Ей, наверное, тоже каких-то 30 лет. В рабочем состоянии. Мы немножко ее... Как раньше делали. Да. Очень хороший редуктор. Простой, как 5 копеек. В холодильнике хранится мясо для турецких кебабов. В странах Балтии это очень популярная еда. Настолько популярная, что интегрировалась в местную кухню. Теперь попробуй объясни это туркам. Они не могут это понять, как литовцы делают кебаб с винилей. Это несомнестимо по им... По исламу. В каждой стране свои вкусы. Литовцам, например, не нравится итальянская или немецкая колбаса. У нас, говорят, свои традиции. Все простое, натуральное, без лишних добавок. Только соль и специи. Это чеснок. Коптят мясо на натуральной, буковой, заметьте, древесине. От 500 килограммов до полутора тонн продукции в день выпускает эта маленькая фирма. Ровно столько, сколько надо клиентам. Склада готовой продукции, как такового, нет. Все, что произвели, сразу увозится потребителям. А вот и главная фишка этой фирмы. Тоненькие колбаски-соломки. Их даже авиакомпании закупают для эксклюзивной продажи на борту. Основной наш такой девиз, надо делать дорогую, но такую, что никто не делает, не умеет делать. Это вы придумали? Да. Полочки. Да, да, да. Это наша визитная карточка. Если литовец не фермер, не владелец сельхозпредприятия, все равно имеет свое приусадебное хозяйство. У кого-то огород, у кого-то несколько гектаров земли или даже лесных угодий. Глубоко в сердце литовец всегда остается крестьянином. Как деревня называется? Королевская деревня. А, и король я. А то она королева ждет. Ну посмотрим, дворец. На что в литовских деревнях, да и не только в деревнях, сразу обращаешь внимание. Заборов нет, хотя практически вся территория страны это частные владения. Свои границы можно обозначить аккуратно подстриженным декоративным кустарником. Можно поставить невысокий штакетник, а можно вообще ничего. Ворота и калитки здесь тоже условность. Хотя в деревне отсутствие заборов создает свои проблемы. Экс-мэр Ширвинтаса Витас Шимонелес рассказал, что дикие звери, косули и кабаны, приходят на огороды и портят посадки. Последние особенно донимают. А отстреливать нельзя, потому что окрестные леса, где эти разбойники обитают, коммерческие, ну то есть частные. Они так стаями идут. Говорят, мар-мар, чума, это африканская. Берет этих чума. По 20 штук я вижу, что не хватит здесь. И даже в деревне все устроено по уму. Вот система отведения дождевой воды с крыши. У нас обычно льется из трубы на землю или вовсе никакой трубы нет. А тут обратите внимание, водосточная труба уходит в подземную канализацию. Стоит ли говорить, что повсеместно раздельный сбор бытовых отходов? И нигде, ни в деревне, ни в городе на земле ни фантика, ни бутылки не увидишь. Вы же обратили внимание, на чем мы передвигались по дорогам Ширвинского района? Этот газик не специально арендовали в музее для щелковских гостей. Это вполне рабочий автомобиль Винцеса Исюкевичуса. Один из, так скажем. Это ГАЗ-69, с 63-го года рождения родилась в Горьковском автомобильном заводе. И мы ее реставрировали. Она была на военном вооружении в Калининграде. Радиостанция стояла. Тут много антен было и так далее. Тут всяких ящиков. Связная была. Да. За два месяца разобрали и собрали. Я ничего не менял, она в очень хорошем состоянии была. Не надо было варить ни одной дырочки, проржавейшей ни одной дырочки сварить. Не надо было ничего. В Ширвинтесе все знают эту машину, как и ее хозяина. Винцес часто на ней выезжает. Немножко с гарбиратором что-то. Что такое хороший аккумулятор? Газку. Надо. Газку надо. Газку надо до конца. А, на подсосе? Принцес, можно ее погромче? Принцес, а полиция как относится? Ну, нормально. Один раз остановили. Говорит, как там много едете? Молодые, они не знают, сколько тут мест. Остановил, ну, вот, говорит, что там. Ну, а покажи документы. Интересно посмотреть. И точно на какой? Восемь местных. И мы восемь людей ехали. Винцес восстановил не только эту машину. Он вообще любит возиться с железками. Заборов-то нет, зато вот есть сторож. Следит за порядком в гараже и во дворе. Увлечение ретромобилями у ясюкевичусов семейное. У брата Аруноса восстановленной техники еще больше. Во дворе стоят ГАЗ М20 Победа, Волга 21-я, мотоцикл ИШ-350. Не смотрите, что он такого игривого цвета. Это современный тюнинг, а год выпуска – 1948. Арунос приглашает прокатиться на Победе. Отказаться, но невозможно. Она выглядит совсем новой, как будто только с завода. Но тоже ровесница мотоцикла. 1948 год. Завод имени Молотова. Изготовлен. Потом Горьковский он назывался. А я две купил с одной и с другой. Так, перелы перекладывали. Могу до Москвы доехать. Доедет, по-моему. Только масла надо взять немножко. Бензина. А так доедет она. Интересных и увлеченных своим делом людей в Ширвинском районе хватает. Теперь Винцес везет нас куда-то далеко в деревню, говорит к другу Тадосу. Хорошие руки, хорошая голова работает и хороший специалист, и человек хороший. Приезжаем и видим, что во дворе все готово к ретро-мотопробегу. Собственно, это так и есть. Хозяин говорит раз в год. Вот так встречаемся с друзьями и ездим друг к другу в гости. Все мотоциклы собрал сам. Все на ходу. Абсолютно редкий мотоцикл, потому что очень мало таких. У него задняя подвеска другая, коллектор другой, сиденье, крепеж, бак. Ну, очень много есть отличий. Они незаметны, но их очень много есть. А тут золотое или позолочее? Вот это. Чем дальше мы знакомимся с Тадосом Квакшисом, тем больше узнаем об этом поистине уникальном человеке. И, пожалуй, в масштабах не одной только Литвы. Основная моя работа. Вот это. Ну, вот это конвилиантер. Вот, потом вот эти часы стоят. Это моя специальность. Я реставратор высшей категории. В доме у Тадоса, как в музее, все здесь сделано его руками. И ведь не отличишь, где отреставрированная старина, а где современные произведения искусства. 10 килограмм серебра. Ну, вот, вот, смотрите, вот это досочки. Значит, это досочки, серебро золоченое, и задом забиты серебряными гвоздиками. Очень много в доме часов. Настенных, каминных, напольных. Вот таких с атлантом. В природе всего три экземпляра. И все мои, говорит мастер. Но, хотя все экспонаты рабочие и исправные, точное время в этом доме вы, пожалуй, не узнаете. Да, и все стоят, они идут, мешают с вами, конечно. Я пробовал их пустить, но нет, 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 нет. Бьют, но они где с боем, они. А если четверть не бьют, тогда вообще трагедия, каждые 15 минут. То, что мы дальше увидели слабонервным и рыбакам, лучше не смотреть. В усадьбе у Тадоса, она досталась ему по наследству от деда, есть прудик. Семь лет назад запустили туда карасей, с тех пор их никто не ловил, а они, соответственно, размножаются. Невероятно, но факт, рыбы приплывают на свист хозяина. Что еще по-хорошему удивило нас в Литве, так это настоящий неподдельный патриотизм литовцев. Они гордятся своей маленькой страной, бережно хранят ее культуру, обычаи и традиции. И как радушные хозяева, а гостеприимство тоже одна из национальных черт литовского народа, стараются показать гостям свою страну. Так мы узнали, что на СПА-процедуры можно ездить не только в знаменитые Друзки Нинкай. Набирает популярность бирштана с чуть меньшей по величине, но столь же богатой минеральной водой и лечебными грязями город-курорт. В столице Вильнюсе литовцы показывают восстановленный несколько лет назад дворец правителей. Когда-то здесь была резиденция великих князей литовских. Дворец не раз горел, менялся его архитектурный стиль, в итоге он был разрушен. Сохранилось, прямо скажем, немного, большую часть экспозиции пришлось реконструировать. Но факт, что после двухсотлетнего небытия дворец возрожден и стал символом литовской государственности и национальной гордости. Вообще столицу литовского государства было несколько. Это современная Вильнюс. В 20 веке между двумя мировыми войнами временной столицей был Каунас. В 15 веке, в годы правления великого князя литовского Витаутаса, когда Литва достигла пика своего могущества, столицей являлся город-замок Тракай. А до него, двумя веками раньше, была еще одна. В Ширинском районе можно найти много интересного. Например, на его территории находятся, ни много ни мало, древние столицы литовского государства, город Кернавин. Это один из главных центров возникновения литовского государства. Что Миндаугас здесь был, что он здесь воевал, правил, это факт. Миндаугас считается, что соединил земли литовские примерно в 1240-м. Сегодня Кернави – любимое место отдыха литовской богемы, писателей, художников, скульпторов, а также археологов. Древние городища, при раскопках которых нашли немало артефактов, включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Народную музыку польку сыграли, литовскую польку народную. Две прадеда еще играли, деды и мы. Еще кто-нибудь из пацана сосанется будет, может, будет играть. Литовцы умеют работать и знают цену отдыху. Простые деревенские радости приносят им наибольшее удовольствие. Рыбалка, баня, купание в озере, а еще хорошо покушать. Это, кстати, тоже одна из национальных черт. Жареное на углях или копченое мясо, грибы, розовый холодный суп из свеклы, белый творожный сыр. Удивительно, как им удается оставаться такими стройными и подтянутыми. Отвечают, потому что много работаем. А в праздник города точно можно не работать. Даже главную улицу перекрывают для движения транспорта. День города Ширвинцев ежегодный праздник. Он не привязан к какой-то конкретной дате или какому-то конкретному событию. И может отмечаться абсолютно любой день. Но этот год пришелся на 22 июля. На ремесленной ярмарке вдруг слышится русская речь. Продавец из соседней Латвии общается с покупателями-литовцами. Я правильно понимаю, латыши с литовцами на русском разговаривают? Да. Человек. А вы откуда приехали? А мы из России. А, из России? Да. Мы же когда-то все пили, дружные посадают. И там же только можно делать по-русски. Это точно. Это есть конфеты коровка. Да, действительно, нас, жителей бывшего Советского Союза, до сих пор объединяет многое. И прежде всего, русский язык. Никаких проблем в общении за время командировки у нас не возникало. Молодежь мало говорит, конечно. Но тем не менее, русский язык в Литве до сих пор преподают в школах, как второй иностранный. С пятого класса первый иностранный язык обычно берут английский. А с седьмого класса уже берут, как обычно, русский. Да? На западе договорился по-английски, а на востоке. Все, знаете, надо начинать с низа. Это низ, это мы люди. Да. Мы, люди, будем, как говорится, хорошо дружить, как может и начальство подружить. Да, да. Спасибо, что приехали с вами. Спасибо. Кстати, многие из тех, с кем мы встретились в Ширвинском районе, уже бывали в Щелкове. Это все господин экс-мэр. Однажды проникся теплыми чувствами к нашему району. Теперь приобщает друзей. Я сам сначала просился к вам поехать приватно, так вот, экскурсию, привезти своих друзей, чтобы увидели, что это Щелково. Потому что я как был, так был очень-очень... Сказать словами, надо это увидеть и почувствовать. Ну вот, а теперь и мы увидели и почувствовали. Эту страну, небольшую, но исполненную самосознание. Этот гостеприимный Ширвинский район, его тружеников-жителей. И так сдружились за несколько дней с Алитой и ее коллегами, что решили, как говорится, дружить домами. У них Ширвинское городское сообщество и его добрые дела. У нас общественная палата, только-только начавшая работу в новом созыве. Опять же ее представитель Виталий Новицкий в составе нашей делегации. Теперь ждем литовских друзей в Щелкове. Вот говорят же, что дружба крепкая, не сломается. Отношения между двумя небольшими районами, небольшими городами в России и в Литве вышли на новый уровень. От побратимских связей между муниципалитетами к дружбе между общественными организациями, общественными объединениями. Дружба просто между людьми. И все это мы только рады. Редактор субтитров А.Семкин